всем привет сегодня у нас продолжение второй части тройная уха первая часть была про то немножко рыбка наловили во второй части вам расскажу как мы будем ее готовить что нам для этого нужно для тройной ухи она состоит из трех видов рыб у нас это окушки небольшие карасик грамм 700 шура гаечка такая тоже грамм 600 небольшая картофель морковочка 1 зато какая помидорки репчатый лучок нечищенный потом все увидите все расскажу покажу соль лаврушечка сушеная петрушка немножко душистый черный перчик горошком ну и по зелени укроп и лук картошку мы нарезать сильно мелко не будем для того чтоб она не разводилась крупненько нарезаем так с морковкой то же самое морковка у нас богатырская мужицкая крупная морковочку можно полу колечки она придаст сладость нашей ухе и цвет далее мы репчатый лук будем готовить прям в шелухе разрезать мы его не будем просто сделаем не глубокие надрезы для того чтобы он дал свой сок а потом его просто оттуда достанет таким образом а шелуха еще придаст цвет так же самое с помидорами неглубокие надрезы с двух сторон вот таким образом это делается карась у нас большой мы его на части 3 наверно разрежем таким образом а окуня и щучку разрезать не будем так как они не сильно крупные ну я думаю это ни к чему а карася разрезали ну все все нарезано все на ваших глазах ингредиенты наши овощи сейчас идем на улицу разжигаем очаг ставим казан и готовим муку а и 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 часть 2 с разожгем потом поставим казан с водой будем готовить друзья товарищи вода у нас нагрелась казанчики на кипение еще не довели в первую очередь закинем нашего карасика чтобы он поварился первым водичка закипит минут 20 мы его поварим потом достанем оттуда и будем продолжать дальше окуня будем ложить так же самое чуть-чуть покипит то есть адаст свой жир свой вкус и щучка далее ну увидите ждем пока закипит в общем не солим ничего переправ вообще никаких не добавлял началось кипение сейчас мы огонь у нас на максимум я забыл сказать снимем пеночку вот эту она здесь не нужно все с огонь немножко убавить пусть она кипит минут 15-20 покипит потом поменяем рыбу на медленном огне варится потихонечку выкипает прошло 20 минут кипения на медленном огне сейчас мы отсюда карасика нашего извлекаем аккуратно чтоб не поломалась он сварился по нему видно из-за пара может быть плохое качество так что заранее извините так одна рыбка у нас сварилась теперь закладываем вторую вторым у нас пойдет акушарики наших также доведем до кипения до медленного кипения прошло 10 минут акуня наши тоже готовы но их можно поменьше варить так как они не сильно крупные но рыба сварилась видно все что нам от нее было нужно соки жиры все она нам отдала теперь закидываем щучку отправляем ее в круизное путешествие по казану узбекском все ждем кипения прошло 15 минут как варится наша щука сейчас мы будем доставать я думаю она уже готова из-за пара плохо видно конечно ну сурпа у нас получилось наваристая видно отлично щучка сварилась даже видно она уже сейчас мы добавим сюда овощи картофель морковь крупно нарезанные нашли и будем варить далее доведем до кипения а потом уже добавим помидоры вот таким образом и лучок репчатый добавим все это дело лаврушечки 3 штучки здесь у нас немножко сушеной петрушки горошек черный душистый это все дело сюда насыпаем и подсаливаем да я забыл сказать самом начале я немножко солил перед тем как закладывать рыбу забыл вам сказать подсаливаем и закрываем доводим до кипения варим также на медленном огне началось кипение медленное кипение теперь добавляем помидорки вот так все сейчас это дело минут десять покипит вместе с помидорами и будем пробовать на готовность картошечку нашу морковочку это дело минут 10 а 1 и а 2 нам нужно достать наш репчатый лучок который нам все что нужно отдал свой сок свой цвет еще одна где-то картошечку я потом конечно назад закину помидоры помидоры я думаю пусть еще покипят сейчас мы добавим зелень добавим зелень нашу петрушечку укропчик лучок так немножечко перемешаем потихонечку что овощи не ломать шикарный вид да серёга красота оператор мой разговор чего так не менее важный ингредиент достается из печи и макается прям горячую уху иначе будет это не уха без вот этого дела рыбный суп и тушим бурное кипение знак хорошего качества так и еще один не менее важный ингредиент это самогон 80 градусов его мы тоже добавляем уже перед готовностью страшно в этом ничего нет он выпарится сейчас она еще минут 5 у нас на огне постоит нам медленно на медленном медленном огне покипит и будем пробовать сейчас я это все перемешаю вот так закрываем крышечкой уха наша приготовилась сейчас я уберу отсюда помидоры так как я их сразу не убрал сейчас они уже хорошенечко разварились далее аромат сок но помидоры уже конечно по желанию кто хочет может добавлять кто нет так ну аромат они дали свой я считаю очень неплохо уха сочетается с помидорами все уха готова сейчас я налью и мы будем пробовать закроем крышечку ухо у нас получилось вот такого цвета наваристого как я и говорил тройная наваристая аромат очень вкусный вкус так вообще всем приятного аппетита готовьте для своих родных близких людей радуйте как делаем это мы стараемся каждые выходные что не приготовить все сварилась отлично все мягенькая картошечка морковочка очень необычно подписывайтесь на канал ставьте лайки я буду стараться радовать вас новыми интересными видео всем пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр